Добрый день! Добрый день! Ну и плюс пути, каким образом можно все-таки эти проблемы решать, потому что решать все равно приходится. И вот первый наш слайд, он как у Ирины Владимировны, так и у меня, по сути дела, посвящен тем показателям, которые сегодня стоят перед онкослужбой при реализации федерального проекта. Согласна с вами, что да, действительно, показатели должны отражать реальную картинку и, собственно, должны двигаться параллельно с теми процессами, которые определяют непосредственно значение вот этих показателей. И вы абсолютно правы, да, и постарение населения, и вообще другие какие-то факторы, которые влияют сегодня на злокачественное образование, они должны учитываться. То есть то, что у нас, так сказать, сами показатели растут, как сказала Ирина Владимировна, абсолютно справедливо, это не есть плохо. Да, то есть тем более, когда мы знаем причину, почему, например, ранняя выявляемость заболеваний, хорошо налаженная, отлаженная маршрутизация пациента и так далее, и так далее. То есть то, что нам дает, по сути дела, на сегодняшний момент добиться вот такого, я считаю, что эффективного, да, эффективного состояния онкослужбы. Другое дело, что все показатели, они к определенному промежутку времени все равно достигают своей некой, так сказать, конечной точки, да, с которой уже, собственно, можно оценивать результативность непосредственно уже тех мероприятий, которые служат, вот, так сказать, выполнению вот этих конечных целей. То есть какие-то организационные мероприятия, те же, там, допустим, в первичном медико-санитарном уровне, да, то есть наши, так сказать, центры амбулаторной онкологической помощи, их цель и, в общем-то, роль – это и специализированная медицинская помощь, и также уже экономические. Хотим мы или не хотим, но экономика, как мы говорим, рулит процессом. И сегодня она является основой, так скажем, да, для всех движений, движений как в части разработки организационных документов, так и в части документов, которые позволяют получить адекватное финансовое возмещение медицинским организациям, оказывающим специализированную медицинскую помощь. Ну и в этой части мы уже говорили об этом, что все нормативные документы федерального уровня построены таким образом на следующий момент, чтобы позволить не только, так сказать, отделить, вот, так скажем, мониторируемые направления от всей иной деятельности, но и непосредственно мониторировать вот эти направления. В программе государственной гарантии специально выделены соответствующие подразделы, которые касаются и мониторируют именно определенные области, касаемые профиля онкологии. И если мы явно их не видим в программе государственной гарантии, то мы их наблюдаем уже непосредственно в статистических форумах. Об этом я тоже говорила, что это очень удобные документы, которые позволяют спланировать объемные стоимостные параметры, которыми сегодня управляет онкослужба на уровне первичного звена, в частности. То есть это очень удобный инструмент и очень удобная задача. Плюс ко всему в помощь нам это документы проектного характера, которые сегодня, в том числе нашим институтом, были разработаны. Это отраслевые нормы времени. При этом я хочу обратить ваше внимание, многие вот к данному документу, к данным показателям относятся очень скептически и в большинстве своем негативно, да, определяя эти нормы как, так сказать, основу. Да, эти нормы, они являются базой. Но базой для чего? Для определения непосредственно численности медицинского персонала по той или иной специальности, а также для установления подобных документов на уровне самой медицинской организации, утвержденной локальными нормативными документами. То есть каждое учреждение, это мы, наверное, повторяем раз от раза, когда презентуют, так скажем, последние расчетные данные по нормам труда, нормативам времени на приемы пациентов, говоря о том, что данные нормы носят рекомендательный характер и могут быть уточнены на уровне каждой медицинской организации с проведением соответствующих обоснованных мероприятий, хронометраж и так далее, и так далее. На сегодняшний момент вот этот нормативный документ изложен на сайте regulation.gov.ru, где вы можете ознакомиться с соответственными показателями по типовым нормам приема специалистов, гематолога, онколога и иных других. По диагностическим исследованиям, как вы знаете, сегодня программа госгарантий приросла, так скажем, отдельным сегментом, отдельным мероприятием. Это определение и финансирование диагностических исследований, причем диагностические исследования конкретно под определенную задачу, под выявление и установление злокачественного диагноза, диагноза с злокачественным образованием. Все иные другие, они как были, так они, собственно, и остаются, многие из них погружены в подушевой норматив, собственно, если есть такая целесообразность, они дальше продолжают существовать, но все, что касается диагностики злокачественных образований и верификации установления диагноза, уточнения, это все выделено отдельно. Причем сегодня территории имеют право устанавливать свои перечни данных диагностических исследований в помощь все нормативные документы, которые определяют непосредственно объемы, помощи, объемы, так скажем, деятельности, которые, так сказать, описывают непосредственно выполнение тех или иных диагностических исследований. Мы также говорили, что это и письмо Минздрава по вопросам формирования экономического обоснования территориальных программ госгарантий и иные другие документы, которые, собственно, и даже потребность, наверное, территории в тех или иных диагностических исследованиях. Мы разговаривали на прошлой неделе с онкогематологами, которые говорили о том, что нам не хватает, нам не хватает неких диагностических исследований, которые позволяют установить соответствующий диагноз. Здесь вот они перечислены. И при этом онкогематологи федерального уровня говорили о том, что есть такие возможности, и они обеспечиваются в некоторых территориях за счет средств обязательного страхования, в некоторых за счет благотворительных организаций, может быть, за счет бюджетных средств и иных других источников. Но мы должны понимать, что если такая задача есть на уровне территории, и она поставлена правильно, соответствующими лицами, обоснована и так далее, то она может быть реализована в рамках имеющихся государственных финансовых источников. И этому подтверждение многие территориальные программы обязательного медицинского страхования из разных субъектов Российской Федерации. Поэтому это не есть, так скажем, большая проблема. Главное было бы желание и необходимость выполнения вот этой деятельности. Плюс ко всему я хочу сказать, что вот этот территориальный опыт, он является основой в том числе и для принятия решений на федеральном уровне. Напомним, да, в 2019 году никаких диагностических исследований отдельных для онкологии не было, да, сегодня уже имеет место быть. И, соответственно, данный раздел может быть дополнен, расширен как раз теми исследованиями, которые необходимы для наших медицинских специалистов. То есть ваша вот эта деятельность, деятельность на уровне территории и дает пищу для размышлений на уровне федерации. То же самое было с ПЭТами. Если я напомню, да, позитронно-эмиссионная томография, которая используется в том числе для наших онкологических целей, раньше финансировалась за счет и благотворителей, и иных других, и на уровне территории дополнительные какие-то средства бюджетные. Дальше все-таки было решено погрузить такие дорогостоящие технологии в базовую программу обязательного страхования. Еще раз повторимся, поступательный процесс принятия решения, никто его не отменял. Плюс ко всему в проектных документах мы изыскали правила проведения ультразвуковых исследований, рентгенологических исследований, что также может быть вами взято в работу для как раз решения задач по выполнению диагностических исследований. Но я думаю, что большинство из сегодняшних присутствующих коллег интересует все-таки специализированную медицинскую помощь и финансирование в рамках дневного и круглосуточного стационара. Вопросов как было, так и остается достаточно много. Плюс, напомню, позволю себе напомнить, что у нас специализированная медицинская помощь в круглосуточных и дневных стационарах охватывает достаточно большой пласт медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичная медицинская помощь, то есть 271 миллиард рублей – это не только наши клинико-статистические группы, но и вся иная деятельность, в том числе и высокотехнологичная медицинская помощь. Плюс ко всему, вы знаете, что с 2020 года онкогематология также вернулась на свое место в онкологию, в общее финансирование. Отдельно нормативов для данного подвида профиля не выделяется, а, собственно, деньги, которые озвучиваются сегодня Федеральным фондом обязательного страхования, именно на данный под профиль, вычисляются, так сказать, по данным статистики об объемах случаев, которые планируются в определенный год, и, соответственно, в усредненном нормативе стоимости одного законченного случая. Мы слышали о цифре порядка 30 миллиардов рублей, которые должны, так сказать, быть потреблены именно по профилю онкогематологии. Но при этом, еще раз повторимся, каких-то специальных резервов или, так сказать, резервуаров вот этих финансов, их не выделено, они, так сказать, находятся в общих средствах по профилю онкологии. Ну и наши КСГ. КСГ сегодня пересматриваются в большей части именно под профиль онкологию. И надо сказать, что 2021 год нам принесет также дополнительные какие-то, так сказать, дополнительные какие-то условия именно под профиль онкологии, даже уже расширяя онкогематологию, включая онкогематологию в этот же список. И вот на онкогематологии мы, наверное, чуть-чуть поподробнее остановимся. При этом хочу обратить ваше внимание, что наши разработчики основные, основной, так сказать, центр, центр экспертизы контроля качества медицинской помощи открыт для ваших предложений, собирает соответствующую информацию в, так сказать, формализованном виде по предложениям внесения поправок в сами клинико-статистические группы, в различные параметры этих клинико-статистических групп и так далее, так далее. Все, что, так сказать, наши специалисты видят как необходимость для уточнения нормативов. Но я вот в этой части бы хотела, в части уточнения нормативов, хотела бы сказать одну интересную вещь. Уточнение нормативов приводит к значительному удорожанию медицинской помощи. Мы это не должны забывать. А денег больше в системе не становится. При этом я вот, так сказать, начиная разговор о финансировании, не обратила ваше внимание на то, что у нас сегодня финансы, особенно по профилю онкологии, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования меньше становиться не будут. Выпадающие доходы Федерального фонда обязательного страхования, образовавшиеся в виду недосбора денег по страховым взносам, сегодня компенсируются за счет федерального бюджета. Я думаю, что это очень правильно. Во всяком случае, на самом верхнем уровне нас заверяют в том, что средства, которые выделены на федеральные национальные проекты, они будут обеспечены в полном объеме. Поэтому все финансовые обязательства, которые сегодня имеют место быть и сегодня лежат, так сказать, таким грузом на плечи наших субъектов Российской Федерации по реализации федеральных национальных проектов, должны быть реализованы в полном объеме и в том числе в части обеспечения наших пациентов медицинской помощи, которая в том числе образована за счет достаточно дорогостоящих технологий, лекарственных препаратов инновационных и так далее, и так далее. Сегодня такие возможности в большей степени сопровождают вот этот подраздел. Плюс ко всему, как вы знаете, вся медицинская помощь сегодня в обязательном порядке должна быть зарегламентирована основными документами, например, клиническими рекомендациями. То есть то, что сегодня присутствует в клинической рекомендации, в клинической рекомендации должно быть доступно для наших пациентов. Причем есть некие особенности вот такой вот регламентации. Особенности заключаются в том, что у нас клинические рекомендации не завязаны на какие-то финансовые источники. То есть нигде не прописано, что там, допустим, вот эта схема лекарственной терапии должна в обязательном порядке быть предоставлена нам в условиях системы обязательного страхования, а вот это вот должно быть на, допустим, за счет каких-то федеральных денег или денег бюджета или еще иных других. То есть система построена следующим образом. Есть некие условия, условия, так сказать, определены другими нормативными документами. Если мы говорим про лекарственное обеспечение, тут все просто. Если препарат вошел в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, то есть подвергся, так скажем, контролю за ценами со стороны государства, значит, должен быть доступен пациенту. Если есть зарегистрированный препарат на территории Российской Федерации, но не включенный в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, при этом пациенту необходим по каким-то особым, так сказать, условиям, значит, соответственно, в рамках врачебной комиссии он может быть предоставлен. Есть другие иные варианты, и мы с вами прекрасно об этом знаем. У нас еще один есть инструмент, который курирует или рулит вот этим процессом, процессом назначения схем лекарственной терапии. Это модели КСГ, клинико-статистический групп. Бывает такая ситуация, и она сегодня уже является, как сказать, не новой, когда клинические рекомендации содержат те или иные схемы лекарственной терапии, а группировщики клинико-статистический групп пока таких схем лекарственной терапии не содержат. Чем руководствоваться? И да, у нас сегодня вот в этой части, наверное, есть вот такая вот неопределенность и несогласованность решений, принятия решений. Было бы правильно, на наш взгляд, при, как сказать, утверждении клинических рекомендаций дать некое время по их тарификации, погружении в группировщик и дальше уже выкладывание на всеобщее, так скажем, использование уже с финансовой обеспеченностью. Ну, что есть, то есть, да, мы работаем в тех условиях, которые существуют, и для этого у нас существуют в клинических, в клинико-статистических группах так называемые прочие схемы лекарственной терапии. Ну, об этом чуть-чуть поподробнее сейчас мы с вами поговорим. Значит, клинические рекомендации – это основной документ, на основе которого мы оказываем медицинскую помощь. Вот из перечисленных позиций, которые сегодня также являются злободневными для учреждений, мы не можем обойти вниманием те схемы, которые ранее были погружены в клинико-статистические группы, но в 2020 году прекратили свое существование. Это различные схемы лекарственной терапии, которые были образованы не химиотерапевтическими препаратами. Это не значит, что в 2020 году вдруг исключили применение данных схем. Это значит, что стоимости этих препаратов, опять-таки, в усредненном виде находятся в тарифах на клинико-статистические группы при необходимости, я вот знаю опыт ряда территорий, которые сформировали подгруппы в составе стандартных КСГ с использованием вот этих не химиотерапевтических препаратов отдельно. То есть модель КСГ, она дает возможность все-таки широту какой-то принятия решений, и в том числе, и даже в этой части. Ну и здесь вот давайте рассмотрим некоторые вопросы, которые очень связаны с темой обеспечения наших пациентов необходимыми лекарственными препаратами. Первый вопрос – оплатить схемы, как оплатить, которые не входят в группировщик, то, о чем мы с вами говорили. Прочие схемы. Прочие схемы делят у нас коды диагнозов. Причем самые есть дешевая 903-я схема и есть более дорогая 904-я. Понятно, что не все схемы лекарственной терапии могут даже усредненно попасть в тот или иной тариф. Надо с этим что-то делать. И у нас для этого есть соответствующие инструменты. Инструменты – это формирование подгрупп. Используя хотя бы один раз такой инструмент, уже становится понятным и логичным, как это все дело организовать на уровне конкретной территории. Причем это удобно. Есть два варианта. Есть официальный вариант сформировать подгруппы на уровне тарифной комиссии, то есть утвердить конкретные подгруппы под определенные необходимости. А есть другой вариант, который также решит те же проблемы, но более управляем для нужд или по отношению конкретной медицинской организации. То есть на уровне медицинской организации сегодня особенно специализированная медицинская помощь. Практически все такие учреждения ведут некую базу данных, либо регистр пациентов, где учитываются те или иные применяемые виды лечения, в том числе и схемы лекарственной терапии. Это очень важно. Тем более, введя такую базу данных, учреждения указывают не только, если мы говорим про схему лекарственной терапии, международные наименования препаратов, но и торговые наименования, что дает нам уже более полную картинку о стоимости того или иного законченного случая. То есть на уровне каждой медицинской организации, в принципе, обладая вот этой статистической информацией, уже можно спрогнозировать количество случаев по той или иной схеме лекарственной терапии, знать затратность этих схем и примерно просчитать, что будет с той или иной клиникой статистической группы при применении тех или иных лекарственных препаратов. Если действительно идет, как сказать, выпадение из вот этой усредненной линии, так скажем, вот этого тарифа, то это является уже звонком для формирования каких-то официальных вот этих решений, то есть формирования предложений для тарифной комиссии и выделения подгрупп в рамках тарифного соглашения. Все очень просто. Вот здесь я хотела показать на слайде, чем характеризуются наши клинико-статистические группы. Все, что уже было решено для онкологии, во всяком случае, наши разработчики попытались минимизировать, так скажем, вот эти недостатки, наверное, вот самой группировки клинико-статистических групп, при которых сам усредненный норматив имеет, как вы знаете, да, усредненный, усреднеизвешенный характер, попадают дорогостоящие схемы, попадают дешевые схемы в одну и ту же клинико-статистическую группу. При этом никто не знает количественный состав тех или иных схем лекарственной терапии. Это вызывает как раз осложнение, осложнение в применении тех или иных схем. По сути дела, я думаю, что многие, кто сегодня присутствует, да, у нас, наверное, подтвердят, да, вот эту проблему, проблему с дешевыми схемами лекарственной терапии, с их более широким применением, исключительно вызванным тем, что дешевые схемы лекарственной терапии более понятны для управления. Когда мы говорим про достаточно дорогостоящие, мы всегда думаем о том, что мы сами себя загоняем в дефицит. То есть это, ну, как сказать, это нормальная, абсолютно нормальная практика, которая объясняется тем, что не хватает вот этой статистической базы. Еще раз повторимся, если у нас эта статистическая база будет наличствовать, так скажем, на уровне каждой конкретной медицинской организации, вот таких вот страхов пере, так скажем, выполнения тех или иных объемов, в том числе и перерасходования средств, они, так сказать, будут несколько ниже. Значит, что нужно, так сказать, иметь в виду, когда мы говорим про, так у нас время, 5 минут, да, когда мы говорим про подгруппы. Про подгруппы у нас формируется в соответствии с клиническими рекомендациями, причем имеется необходимость строгого выполнения, неукоснительного вот этого условия, что все схемы лекарственной терапии для подгрупп формируются в соответствии с клиническими рекомендациями. Вопрос возникает, а нужно ли, чтобы препарат обязательно входил в перечне ЖНВЛП? Еще раз повторимся, да, уже повторимся, что это необязательное условие. То есть у нас клинические реки содержат препараты, которые не входят в перечне ЖНВЛП, да, значит, соответственно, вот это строгое соответствие клиническим рекомендациям позволяет строить схему подгруппы в составе стандартных КСГ с учетом препаратов, которые также в ЖНВЛП не входят. Вот здесь вот что бы я еще хотела сказать, наверное, подробно по подгруппам говорить не буду, это, наверное, общеизвестные подходы, они хорошо описаны, и у нас здесь презентация, в принципе, если будут какие-то вопросы, задавайте. Меня очень заинтересовал вариант и очень интересуют варианты именно со стороны территории, как они решают те или иные задачи, те или иные проблемы. Вот здесь на слайде представлена Свердловская область, разнесение по подгруппам как раз по онкогематологии. Очень заинтересовал подход Республики Татарстан в этой же части, формирование подгрупп. Причем они не просто сформировали подгруппы, они дали еще инструмент для наших коллег, кто захочет использовать данный опыт, вы видите. То есть по каждой подгруппе и еще и расписание схем лекарственной терапии. Я считаю, что очень удобный вариант. И вот в этой части я бы хотела сказать, что сегодня наши разработчики, Центр экспертизы контроля качества, работают, усиленно работают над созданием такого же механизма, как для онкологии, так же для онкогематологии. Это схема лекарственной терапии. Такой же инструмент будет доступен для онкогематологии в ближайшее время. Но пока его нет, мы сегодня то же самое можем организовать на уровне территории. И еще один вариант, подход мне очень понравился, Московская область. Это формирование подгрупп с использованием препаратов, которые пациент получает за счет разных финансовых источников, коллеги. Вот такой вот интересный опыт. Тарифное соглашение Московской области, классационные критерии ДЛО. То есть пациент получает препарат, лечась, так скажем, на койке по профилю онкологии в рамках системы обязательного страхования, но принес или получил препарат, закупленный за счет иных финансовых источников. И как-то вот эту задачу надо решить с финансированием, чтобы не было двойного финансирования. И именно эта задача решена формированием подгрупп, то есть разбивкой на подгруппы. Где более дешевая, вы видите, подгруппа, это как раз, по сути дела, расходы на содержание пациента на койке в период его нахождения и в период его лечения препаратами, закупленными за счет других иных финансовых источников. Можете ознакомиться с данным вариантом. Ну и, соответственно, наши коэффициенты, коэффициенты сложности лечения пациента, которые позволяют как раз именно для профиля онкологии использовать вот этот инструмент в более полном объеме. Тоже обратите внимание, не во всех территориях данный инструмент для онкологии используется. Понятно, что он является рекомендательным, этот параметр. Но во многих учреждениях мы знаем, что данные, такие случаи, которые вызывают необходимость формирования, использования данных коэффициентов, их достаточно много. Ну вот, спасибо за внимание. Очень коротко остановились на вот, так скажем, вот таких достаточно широко обсуждаемых вопросах. Если будут какие-то дополнительные вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо.